Всем привет, друзья! Вы на канале с Аленой, вы на канале с психологом-матрициологом. И сегодня мы с вами говорим о нейромедиаторах, о том, почему бомбит, почему просто трясет, почему вот такое бывает состояние, а бывает состояние просто апатичное. Друзья, как всегда, информация носит рекомендательный характер, ну вы меня знаете, да? Но от души с вами сегодня побеседуем. Во-первых, те, кто хочет в консультацию, пишите сразу, я открываю запись на следующий месяц. Писать можно в инстаграме, можно прямо под видео, пишите, в общем. Нейромедиаторы, друзья, дофамин, серотонин и другие нейромедиаторы, которые взаимодействуют с вами. Вы можете, кстати, ими управлять при помощи питания. Понятно, что там индейка, там кофеинчик и другие вещи очень хорошо влияют на ваше состояние здоровья, на серотонин, да, на дофамин, также есть еще и гормоны и много-много всего. Но, друзья, с возрастом бывает они снижаются. И у человека, у которого, ну вот прям все плохо, да, вот все плохо там, с обработкой информации, с вообще со многими процессами, этому человеку очень важно следить. Вот зачем? За питанием, да. Питание, которое наполнено полезными жирами, которое наполнено разными, такими разными вкусами, да, оно создает условия, в которых человек может либо чувствовать себя лучше, либо ухудшать свое здоровье. Понятно, нет единой системы. И вот говорят, у меня упал дофамин, я вообще ничего не хочу, вот все плохо в этой жизни. Ну вот именно в таком состоянии приходят многие люди в консультацию, с чего я начинаю с ними, да. Мы начинаем с ними с проработки рациона, с дополнительных минеральных веществ и с того, что они восстанавливаются постепенно. Но на нейромедиаторы также влияют возрастные изменения, ваши отношения с близкими, да, и, конечно, ваши отношения с самим собой. Если есть такая проблема в отношениях с самим собой, выбор профессии, выбор действий, да, выбор, вообще выбор, выбор без выбора, да, казалось бы, то это очень сильно отражается на вашем здоровье. И если такая ситуация продолжается достаточно долго, человек начинает сильно-сильно так страдать.